Российские СМИ получили новую методичку. Теперь даже на ток-шоу Скобеева и дрессированные эксперты призывают к окончанию войны против Украины. Вроде как в их пользу. Нам же надо завершать этот конфликт, опять-таки, на мой взгляд, по моим предположениям, но все-таки в максимально короткие сроки. А ведь буквально в эти же даты год назад посыл был совсем другой. Тогда российские пропагандисты буквально каждый день побеждали Украину в своих студиях несвежим ртом. Сейчас один раз бровь поднимем, и Украина помет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев! В начале полномасштабного вторжения этой нелепой лжи охотно верили сотни миллионов россиян перед телевизорами. Тем более, что подлай Скобеева и Симоньяна русские бабы радостно распаковывали посылки с краденными телевизорами, стиралками и даже ношенным нижним бельем из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей Украины. Оттуда, где год назад отчаянно мародерили оккупационные российские войска. Но вскоре вместо ворованного добра из Украины в Россию конвейерам стали приходить закрытые цинковые гробы с ошметками убитых мужей, сыновей и братьев. Путин из телевизора упорно сопротивлялся реальности. Со временем у кремлевских пропагандистов все чаще стали случаться проблески сознания. В сентябре 2022-го ВСУ освободили Харьков, а в ноябре Херсон. И российским пропагандистам стало совсем не до смеха. Благодаря объединенной поддержке западных союзников Украина получила не только «Хаймарсы», но и модернизированные боевые танки «Леопард-2» и, вероятно, вскоре получат истребители F-16 и даже подводные лодки. Эксперты говорят, кремлевские пропагандисты, хоть и профессиональные лжецы, но не слепцы. И в отличие от Путина, так виртуозно отрицать объективную реальность не могут. Они чуют приближающуюся капитуляцию России. Если в прошлом году там была полная бравада и стопроцентная уверенность, то сегодня, кроме хамства и уже неуверенности и истерии, ничего уже там не осталось. То есть именно в этом формате они уже начинают работать. То есть появление истерических нот, появление вот этих уже инакомысленных, скажем так, и вот этих тазисов делает эту пропаганду не такой, скажем, целеустремленной, как это было в прошлом году. Ну, опять же, нельзя же делать ее исключительно на мифах, да, потому что если, условно, вы говорите, мы побеждаем, а к вам на болота приходят там каждый день по несколько тысяч гробов, ну, это уже как-то, мне кажется, не совсем срабатывает. Истерика у кремлевских подпевал вполне оправдана. Понимают, возмездие не за горами. Если у Путина есть крошечный шанс навеки закопаться от правосудия в бункере, то у пропагандистов, которые открыто призывали к геноциду украинского народа и уничтожению Украины, такой возможности нет. Пропагандисты поняли, что они с Путиным в разных лодках. Путин плывет на комфортной яхте, сидит на полтриллионе сворованных денег, Кабаева, с выводком этих детей, живет в Швейцарии. У них все хорошо, он под санкции не попал, да, то есть количество офшоров и компаний, которые им управляются, явно не все попали. Естественно, было 500 миллиардов, будет 320. Ну, как-то проживет, худо-бедно, да. Но на водку с икрой ему хватит, а им нет. К примеру, у Киселева было 4 дома, думал, что заберу 2, потому что 2 он переписывал на дальних родственников. Нашли все. Аналогичный, точнее, у Соловьева. Аналогичная история у Киселева, у Симоня. Они полиняли на деньги, как говорят классики в Российской Федерации, и они поняли, что Путин возмещать не будет. Соответственно, они начали сепарировать и отделяться. И вот эта попытка сыграть в сценарий Италии при фашистской Германии. Итальянцы создатели фашизма, не немцы. Но вот при немцах был вот этот расцвет фашизма и миллионы убийств. Но Италия начала отходить, отходить, отходить. В конце еще и получила план Маршала и деньги от Соединенных Штатов. И все говорят, что фашисты немцы, а к итальянцам вопросов нет. Вот аналогичную историю сегодня играет пропагандистская Камарилья. Они вот, а Путин фашист, а мы не имеем к этому отношения. Вот кремлевские пропагандисты и стремятся не только закинуть в народ информацию о реально плачевной ситуации и для российских войск, и для России в целом. Но и переложить всю ответственность за войну против Украины на Путина. Прокатит ли номер с очередным оболваниванием российского зрителя – вопрос спорный. Ведь именно пропагандисты с пеной у рта уверяли, мол, победа России неизбежна. И сколько может продлиться война? Ну, ощущение, что там полтора-два месяца. То есть люди как бы такой кредит доверия дают. Но война все не заканчивается, российская экономика рассыпается на глазах. А военные кладбища ежедневно пополняются свежими могилами. Кремлевские пропагандисты, наконец, смекнули. Пора признать поражение и получить хоть крошечный, но шанс на выживание. И пустились на утек с тонущего корабля. Эксперты отмечают, не только в российских СМИ, но и в башнях Кремля нарастает беспокойство по поводу очевидных и неутешительных для России итогов войны против Украины. При этом, кроме путинистов и радикалов из так называемой российской партии войны, вырисовывается некое подобие альтернативы. Некоторые более сообразительные российские политики держат нос по ветру и пытаются заблаговременно примерить на себя маску либералов. Есть вот эта официальная линия, та, которая ведет, скажем, официальную позицию Кремля, то, что озвучивает президент Российской Федерации. Вторая линия критика – это более радикальные настроения, куда мы можем отнести таких персонажей, как этот, как же его из ЛДПР, тот же Диркин, Стрелков и так далее. То есть более радикальные, более реваншистские настроения. И появилась уже третья линия – это то, что мы назовем условно-рациональные мысли. Они появляются, эти мысли, как раз на каналах уже НТВ, Россия 24, ну, то есть на вот этих главных ток-шоу. Но, кроме того, уже появились некоторые YouTube-каналы, они и раньше были, которые под кураторством ФСБ уже начинают вводить более рациональные тезисы. И если мы посмотрим, это появление, например, такого политика бывшего, ну, мне кажется, его будут как бы реанимировать, Александра Руцкого, как бы из него началась эта кампания. Она более рациональна, и тезисы, которые озвучивает этот человек, честно говоря, за такие слова простого гражданина уже бы на 15 лет посадили. Тот же Марков, который озвучивает некие нарративы на федеральных каналах или каналах, потому что он на Аль-Жен-Зира, он открыт говорит, что на том же YouTube-канале он говорит совсем другие уже вещи, более реальные, и начинает, скажем так, признаваться в том, что вот здесь пропаганда, мы должны это делать, то есть вот открывают некие какие-то такие вот как бы карты. Поэтому, да, мы можем уже делать вывод, что в Кремле понимают то, что победить Украину вот этим путем, именно по этим планам, которые они закладывали уже несколько лет, как минимум с 2015 года, невозможно. Александр Руцкой был депутатом Госдумы еще при Ельцине. С 1996 по 2000 губернатор Курской области. Теперь же 76-летний экс-чиновник пытается заделаться так называемым новым политическим лицом России, поддерживая русский мир и одновременно ругая Путина. Эксперты говорят, смелости открыто критиковать диктатора Руцкому придают кураторы из ФСБ. У нас нет стратегического планирования. Нет стратегического планирования. Поэтому президент обзвучивает свои намерения, которые не реализуются, и выставляет себя посмешищем. Но если ты сделал это заявление, то ты должен его исполнить, правильно? На фоне назревающей борьбы в клоаке российского политикума неожиданно может всплыть и Димон. Эксперты говорят, бывший формальный президент РФ Медведев не так прост, как кажется на первый взгляд, и уже вовсю готовится сменить начальника на посту. Раскол чувствуется очень сильно. Я вам больше скажу, что он не только между Путиным и пропагандистами, он уже есть между Путиным и военными, между Путиным и политиками, которые хотят войти после него. К примеру, читаю буквально сегодня американскую прессу, аналитические центры, и они пишут, бывший президент, причем очень уважительно, и зампредседателя РНБО. Думаю, кто же там такой может быть? Господин Медведев. Медведев, который играет алкаша и постоянно бухой приходит на все встречи с Путиным, либо спит, либо пьяный, и начинает что-то говорить. В западных СМИ он себя подает, снова же, это аналитический отчет, соответственно, он контактировал с ними как очень уважаемый, глубокий аналитик. Перед Путиным, чтобы самосохраниться, он играет клоуна, алкаша сонного, но там, на Западе, он коммуницирует с ними достаточно. Значит, он тоже сепарировал. Да, чтобы его не убили, не отправили без автомата где-то под бахмут, он играет дурака. Но на самом-то деле он работает на свое следующее президентство. Соответственно, потом будет распространять нарратив, кто может быть президентом после Путина. Мы же говорили, что после Путина все. Медведев будет распространять нарратив. Тот, кто был президентом. А кто же еще? Пять тысяч ядерных боеголовок. Он легко сдаст Крым и многое другое. Соответственно, он уже над этим работает. Они не верят в то, что эта лодка будет существовать дальше. Поэтому они пересаживаются в свои маленькие шлюпки и пытаются где-то подальше отплыть от Питаника и посмотреть, как он будет тонуть. Путин с его звериным чутьем и многолетним опытом работы чекистом не может не замечать происходящего, говорят эксперты. И то, что в свое время ФСБшники способствовали его воцарению на России, вовсе не гарантия, что в будущем те же ФСБшники аккуратно или не очень не снимут Путина с трона и не усадят на него новое тело. Путин – это продукт Федеральной службы безопасности. И именно ФСБ возглавит, мне кажется, дворцовый переворот. У Путина, мне кажется, вот как раз вот работает вот эта фобия именно о его уничтожении или то, что его могут там убрать. Вот в этом контексте, конечно, инстинкты у Путина работают хорошо. Поэтому он начинает вот эти кадровые ротации, которые были сначала даже с осени, мы помним, да, то убирают Герасимова, ставят Суровикина, но тут его опять же Суровикина возвращают назад, да. Кстати, опять же, вот смотрим ситуацию по Пригожину, то есть как начинают сливать по чуть-чуть ЧВК «Вагнер» как военную организацию, но, опять же, интересный момент, сейчас ЧВК «Вагнер» готовят переформатировать военно-политическую организацию с тем, чтобы этот бренд, скорее всего, заменил уже невзлетающий ЛДП. Пока в башнях Кремля точится своя война, россияне с удивлением узнают из телевизора все новые шокирующие подробности. Оказывается, и Киев за три дня уже никому не нужен. И российская армия не такая уже велика, и вообще мир заполонила украинизация. А у маленькой и бедной России не шанса удержаться на плаву. Ход специальной военной операции и жесты доброй воли показали, что, видимо, взятие Киева ждать не приходится. И Украина останется. И в эту копилку заявление о строительстве завода «Райнметаль», об обучении украинских пилотов. У них будут и «Леопарды», и «Ф-16». Каждый день затягивания конфликта затягивает Европу все дальше в пучину этой украинизации, которая вредит только нам. Но способен ли российский телезритель провести несложную параллель между бравадой кремлевской пропаганды год назад и ее жалким лепетом сегодня? Готов ли признать, что его оболванивали десятилетиями и, наконец-то, что-то предпринять? Ведь признание ошибок – первый шаг к их исправлению. Эксперты говорят – без шансов. Российские зрители не имеют привычки критично мыслить. Это деградированная нация, и для того, чтобы из нее сделать человекоподобную массу, два-три поколения. То есть те, кто сидел, то есть вот это настроение, когда мы говорим о русском шовинизме, это же не вопрос Кремля. Это, к сожалению, это запрос общества Российской Федерации. Хотя обществом это не назвешь, но тем не менее, то есть чем беднее регион, тем больше вот этого шовинизма. Страх и вот этот еще, знаете, генетический, на уровне генетики, вот этот страх, что за тобой завтра приедет там черный ворон, то есть еще тот страх, который заложен начиная от Старковской России и закреплен еще со временем Сталина, не позволит российскому обществу выйти на эволюцию демократии. Всего год назад россияне радостно поглощали новости о том, как армия их страны уничтожает население соседнего независимого государства. Сегодня с экранов ТВ их вовсю готовят к поражению. Когда мы, и если пойдем в атаку, то украинцы тоже ждут, тоже готовятся, то, что они устроили на границе с Белоруссией, вообще описанию не подлежит. Там какие-то многокилометровые минные поля, рвы, окопы пробраться, кажется невозможным. Наблюдая метание кремлевских пропагандистов между привычной повесткой и необходимостью признать реальность, российские телезрители не думают задать вполне уместный вопрос. Выходит, все это время нам врали? Но чем дольше затягивается война против Украины, тем больше спрос с побежденной Россией. Репарации и контрибуции сами себя не выплатят. Лягут непосильным грузом на плечи детей и внуков, тех самых российских телезрителей.